привет меня зовут тони и это каждый кадр картина в котором я анализирую форму фильма сегодня это самозванец 2012 года поставлены бартом лейтоном если вы его еще не видели не читайте дальше и даже не смотрите какого он жанр просто остановить это видео перейдите на netflix и посмотрите фильм ибо я расскажу весь его сюжет у вас 5 секунд чтобы закрыть ролик готовы 5 4 3 2 самозванец приступим я думаю барт лейтон принял одно из умнейших и простейших решений что я вообще видел документалистике вот какие все персонажи в этом фильме сняты в стиле обычного интервью где герой смотрит на кого-то за кадром за исключением нашего плохого парня сколько себя помню я всегда хотел быть кем-то другим который смотрит прямо на нас и все убийственно просто фильмы всегда придавали очарование плохим парням и мы всегда смотрели им прямо в глаза будь это гангстеры каннибалы социопаты психи японские девочки или леонардо дикаприо и мне нравится когда детектив или триллер дает такие сцены в объектив джонатан дэмми делает это фильме молча не гнят суть которого привести вас ближе к ее лицу такие моменты как ощущение невысокой женщины в такую комнате продолжим или вот вам сцена и зодиака это первое интервью с главным подозреваемым все три детектива пытаются вычислить убийца ли этот парень вот он говорит что-то подозрительное и смотрите как это монтирует финчер ладно мы проверим это вы бывали в южной калифорнии а кульминация сцены такая я не зодиак а если бы и был то уж точно не сказал бы вам итак фильм приглашает вас рассудить что вы думаете об этом парне но в художественных фильмах вы вряд ли будете смотреть на кого-то в упор с начала и до конца фильма это слишком долго да но если речь о документальном фильме ставьте это так как я точно знаю что хочу сказать давай окей вы найдете это у эрола морриса и он делает это все время для него цель создать вид от первого лица ощущение что вы действительно говорите в комнате с людьми рассказывая они не прерывают зрительный контакт с вами поэтому вам легче им сопереживать вот как установлена камера в самозванцы такой угол переносит нас в одну комнату с плохим парнем дает судить о нем но этот же угол еще и из подволь формирует наше мнение об этом человеке другими словами мы знаем что он плохой парень но нас это не защищает если вы посмотрите повнимательнее то увидите кучу других решений в фильме вытекающих из этого большая часть реконструкции снято от лица самозванца он даже синхронно шевелит губами это не я сказал что меня изнасиловали я заставил их спросить меня прошлом и настоящем другие люди показаны сверху или снизу но здесь наши глаза на одном уровне к тому же кадры с этими персонажами выстроены в глубину и мы видим их окружение где они находятся но задний план самозванцем практически разбыт нет даже титров подсказывающих кто он ладно ясно все это выбор режиссер но для чего зачем строить фильм так чтобы плохой парень контролировал сюжет и композицию кадра потому что фильм хочет ввести вас в заблуждение не в стиле ты попался просто режиссер хочет чтобы вы почувствовали способность этого парня убеждать заметили что большую часть фильма он рассказывает нам он лгал людям и как всех обманывал поэтому мы знаем что не должны доверять его словам но затем две трети фильма он играет на этом почему семья так легко приняла его не слишком ли они доверяли ему не нужно быть коломба чтобы сложить пазл почему еще они могли принять его так а не убили о черт кто-то из них сделал это кто-то из них знал об этом кто-то из них сделал вид что не знает постойте что да пошел он видите естественная реакция людей в этом случае смотреть на землю беркли свысока как на простофиль или тех кем можно легко манипулировать нас даже подводят к этому понимаете испания это же на другом конце это к тому же кто не узнает собственного ребенка вот так фильм дает вам поверить в это это не запихивают вам в город вам просто дают поверить в то во что вы уже склонны верить а потом вы попадаете в ту же самую ловушку так как вы уже думали об этом все что нужно этому парню просто посмотреть на вас и подтвердить это сработало это с вами или нет не знаю но это совершенно точно сработало для меня я думаю в картине есть много сопереживания семье в течение 90 минут вы переживаете историю как они один сумасшедший поворот следует за другим пока вы уже не знаете что думать или чувствую и возможно в конце вы лучше поймете как же они обманулись чем-то что кажется таким очевидным для вас ли для меня или может быть не поймете и вы просто чертов псих а